Карусель, карусель, это радость для нас, прокатиться на нашей карусели. Вот такая карусель ждала всех, кто пытался в эту среду проехать через дорогу, проходящую вдоль Кремлевского вала. К сожалению, знаки, сообщающие о невозможности проезда по этому участку дороги, установлены не были. И как результат, возмущенным автомобилистам приходилось разворачиваться и утыкаться в огромные пробки, образовавшиеся в центре города. А причиной всех транспортных проблем явился провал, который образовался в районе Кремлевского вала вечером 27 июня. Уже тогда сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение, а на место аварии выехала оперативная бригада водоканала. Специалисты определили, что провал асфальтного покрытия связан с разрушением канализационного коллектора, после чего они немедленно приступили к выполнению работ по устранению аварии. Работы проводились круглосуточно. Обеспечена перекачка стоков в соседний канализационный коллектор, который обеспечивает предотвращение излива данных стоков. Также на данный момент вы можете обратить внимание, что участок аварийного коллектора длиной 6 метров уже заменен. Работа проводится по его герметизации. Яма огромных размеров заставила не только автолюбителей, но и пешеходов менять свой маршрут. Ведь в день, когда произошла авария, сотрудники водоканала предупредили жителей города, что существует опасность обрушения и тротуаров. Нет, сейчас такой опасности не существует. Вчера это было связано с тем, что в котловании находилась вода, которая подмывала немного под асфальтом, образовывались каверны. Поэтому была вероятность обрушения асфальтового покрытия в прилегающей территории. Ну, все это было откачано, перекрыто, организована перекачка, поэтому на данный момент котлован сухой. 28 июня с обеда началась подготовка котлована к засыпке и восстановлению асфальтного покрытия. Все работы планировалось закончить к вечеру этого дня. Кроме того, сотрудники водоканала отметили, что данная авария никак не отразилась на водоснабжении и водоотведении потребителей. Также они отметили, что пока не могут назвать точной причины, по которой был поврежден коллектор. Сейчас планируется проведение внутреннего расследования, и уже в соответствии с его результатами будет принято решение о необходимости дальнейших работ по замене аварийных участков коллектора, если таковые будут выявлены. А пока автомобилистам остается надеяться и верить в лучшее. Глядя на размеры и глубину этого провала, становится страшно ездить по улицам города. Получается, никто из нас не застрахован от того, что в любой момент земля, а точнее асфальт в буквальном смысле этого слова уйдет из-под колес. Обрушение асфальта и образование довольно глубоких ям в нашем городе происходит не впервые. И то, что в этот раз никто не пострадал – счастливая случайность. А вот гарантий, что данная ситуация не повторится, к сожалению, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!